сегодня вернемся к вопросу об аналитической истории я сейчас работаю над новой книгой которая называется методология аналитической истории смысл этой книги сводится к следующему я немножко расскажу сначала предысторию вопроса все наверное из вас кто интересуется истории в той или иной степени наталкивались на ситуацию когда идет глобальный спор между историками нынешнего времени и так называемыми альтернативщиками почему-то альтернативщики все время выискивают в старых пластах нашего исторического прошлого какие-то несуразицы которые противоречат нынешней истории и это касается не какого-то одного человека ну допустим там пети или вани но это также касается многих людей в разных странах находятся совпадение в датах находятся различные совпадения в историях жизни подвигов деяний находятся различные совпадения и различные повторения участки как будто человек исторической древности прожил свой участок жизни повторяя за каким-то нынешним персонажем или наоборот нынешний персонаж живет свою вторую какую-то жизнь которая точно повторяет ту самую первую и на этой почве рождаются даже такие теории как реинкарнация воскрешение повторное или в третьем случае в пятом в десятом воплощение то есть многоразовое воплощение историки современные негативно относится к тем историком которые замечают такие несуразицы и современные историки думают что они за бороду бога схватили и на этом все их вся их зона ответственности якобы закончил но дело в том что есть объективная реальность против которой не попрешь и эти самые нынешние историки нам откровенно лгут причем лгут в таких масштабах которые просто зашкаливают своей вселенской ложью это не то что такие люди плохие нет просто они историки нынешнего века 20 21 они работают на своих научных работах я имею ввиду всевозможные учебные заведения и они за свои работы получают деньги от того правительства от того государства на которые они работают и государство является заказчиком ложной истории причем не какое-то одно государство а все государства мира сейчас вы видите что даже с великой отечественной войной западные историки всевозможного толкования как правило это ближневосточные толкования они тоже переделают нашу роль русскую советскую роль в истории на свой лад так как им указал это сделать заказчик теперь давайте посмотрим кто является заказчиком конечно непосредственным заказчиком которые платят деньги историкам которые лгут нашу историческую науку и лгут о нашем прошлом является государство все государства нынешнего уровня каждое государство каждый первый лидер государство всегда сеет свою ложь в историческую науку это всегда и во всех государствах последнего двадцатого двадцать первого веков раньше не знаю был такое или не было а вот нынешние времена они этим отличаются очень сильно вы можете видеть это по нынешним по сегодняшним ситуациям и потому как относятся лидеры больших глобальных держав к этому так называемому историческому процессу я думаю что вы со мной согласитесь в этом но мало кто из вас знает я думаю что даже никто из вас не знает что у государства для этого для этой фальши для этой лжи есть свой правильный в кавычках конечно же заказчик это церковь церковь имеется ввиду как институт религии дело в том что вот здесь то и происходит то самое слияние и противоборство настоящей истории которая с нами была и той истории которую нам навязывают выдумывая свои какие-то несуществующие исторические события так вот теперь я перехожу ко второй части своего доклада она заключается вот в чем до декартов времени до 1637 года когда рене декарт как говорит нам официальная история придумал декартовую систему координат а я еще раз подчеркну что это официальная историческая позиция вот так вот до этого времени до этого времени никакой истории и никакой системы знаний основанные на декартизме естественно не могло существовать вы это должны понимать потому что не было декартовой системы что такое декартовая система эта система координат которая была построена следующим образом сначала взяли сферу которая построена была на полярной системе координат то есть в центре есть полюс от него вектор вектор вращается указывает на точку этой самой сферы потом эту сферу декарт разрезал двумя чертами отсюда его фамилия декарт две черты и потом каждую вот из этих четырех долек как у апельсина вывернули наизнанку и потом их совместили тылами вот что получилось вместо одной окружности я стараюсь упрощать все свое сейчас говорение получилось 4 гиперболы и вот теперь мир мы с вами представляем вывернутым на ту самую изнанку если раньше мы были снаружи мира и мир был как бы нашим воплощением нашим тем что мы породили с вами наше множество породило вот этот мир и мы смотрели на него на этот мир снаружи то сегодня благодаря переходу мышления на декартовую систему координат мы теперь смотрим изнутри на окружающий нас мир вот в чем разница сама эта разница она удел философии и математики то есть правильно и неправильно это для нас сейчас в данный момент не важно важно что существует такой рубеж в истории человечества когда до него люди себя считали снаружи системы а после него люди оказались внутри системы и вот этот рубеж познания он как раз совпадает с датой введения декартовой системы координат но надо понимать что эта система координат была только опубликована в 1637 году если говорить официальным языком потом потребовались столетия на то чтобы ввести эту систему координат во все государства и навязать ее всем народом я не буду долго рассматривать это скажу вам только что например в той же африке до сих пор она не навязана африканские племена те которые сидят с луками стрелами и дают нам кофе анонов и бараков обам они до сих пор находятся в каком-то третьем измерении я даже не знаю но судя по копьям и луком это еще раньше чем мы сейчас рассматриваем с вами а мы рассматриваем 17 18 19 века а вот в российской империи эта ситуация оказалась последний последний которую приняли и декартов взгляд на нашу с вами землю был принят декретом революционного правительства от 1918 года когда все это было принято и в россии то есть и россию поставили на колени перед декартизмом и новой современной наукой то что я вам сейчас говорю является плодом моих двадцатилетних изысканий и вот так ссылку вам дать и сказать что прочитайте вот у такого-то пете или вася и он вам подтвердит это невозможно это мои открытия касательно прошлого последний вот самый такой яркий момент по датам я изложил в своей книге 12 ликов еги там очень прозрачно и очень четко и очень системно изложена вся наша история начиная с 15 16 веков и заканчивая 20 веком как все открытия шли и что в их основе лежала в следующей моей книги книги сказки второй том сказки из библиотеки ивана грозного эта тема уже разобрана более и я там во вступлении к этой книге показал что в девятнадцатом веке только в девятнадцатом веке в россии начали те люди которые пришли которых пустили сюда на нашу с вами землю из-за черты оседлости из украины они стали делать здесь переворот за переворотом уничтожили несколько тысяч государственных деятелей как террористы как террористы и после этого они сделали здесь где-то три-четыре-пять революции по-разному они выделяются с 1900 года и после этого уже россия пала перед не перед революционерами а перед новыми историками и вот теперь я подхожу к главной части не к методам не к методологии а к самой границе почему все это произошло дело в том что в середине девятнадцатого века пришел мир к религиозному мышлению религиозное мышление имеет определенный набор своих собственных догм я их как-то пытался осветить освещал в разных фильмах но как-нибудь я освещу их в одном фильме целым скопом чтобы это было более системно здесь я пока говорить об этом не буду так вот в середине девятнадцатого века состоялся только тот скачок о котором я говорю от до декарта от до декарта к пост декартизму когда люди стали смотреть на свою землю совершенно иначе раньше наша земля воспринималась как некая такая ендова это сосуд такое плоский тазик плоский тазик и внутри него находятся люди этот тазик он как бы плывет по реке нашего космоса если так сказать но космосом является не открытое пространство за пределами нашей земли а пространство смыслов которые находятся внутри определенного глобального огромного компьютера и я кстати не присваиваю себе открытие вот этого момента момента игры что мы находимся в компьютерной игре потому что еще в 50-е годы двадцатого века мирчи или ади известный такой мифолог философ он уже выпустил огромный том своей работы в котором осветил мысли предыдущих поколений даже веков и даже тысячелетий в котором в томе он собрал все эти мысли воедино и показал что мыслители всех веков независимо не от трассы не от национальности не от какой-то научной подготовки все всегда сходились в одном что мы находимся в зоне игры и наша жизнь является игрой по определенным правилам и мы являемся игроками игроками вы знаете что термин люди 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 переводится как буквально игрок даже есть болезнь такая она называется по моему люди е или вот что-то типа этого но наберите в поисковике вы увидите это на греческий или на латинский манер это обозначение нестерпимой тяги к игре болезненной тяги к игре а человек вот обозначение человек это уже совершенно другое поэтому я уже много раз говорил что люди и человеки это совершенно разные существа но здесь я об этом говорить не буду на этом останавливаться тоже не буду так вот до девятнадцатого века все наши мыслители и все наши ученые понимали что мы находимся в игре что мы находимся в некой такой машине компьютере как сегодня принято говорить и нами управляют алгоритмы этой машины этого компьютера вовсе не боги никакие вы знаете на удивление в русских народных волшебных сказках о которых я только что вам сказал и о которых я выпустил уже второй том своих работ я не нашел ни единого упоминания о боге ни одного ни одного только середины девятнадцатого века когда сказки начали загрязняться христианским доносом и иудейским в них стали проявляться понятие папа и попадьи и иногда еще церкви все понимаете какая фишка и нам сегодня церковь говорит что у нас было языческое многобожие что кругом у нас были духи лесов и разных лощин не было такого ни в одной сказке этого нет на удивление все русские волшебные сказки прозрачны по своему духу там мысль кристально чистая там нет никаких вот этих ближневосточных заворотов кишок в голове и различных вот этих умственных переживаний ах где бы нам овцем человеческом найти такого нужного нам пастуха чтобы он не только пас нас по дням и утрам но еще и любил как верных коз по ночам как в разных вот тех вот восточных аулах вот понимаете нет такого абсолютно нет поэтому говорить что у нас до декарта были языческие многобожие что кто-то там где-то кому-то жертву приносил друзья почитайте сказки а я прочитал почти четыре сотни сказок четыре сотни из всего фонда их там по моему где-то 500 примерно может быть чуть побольше нет ничего подобного не многобожие не жертву приношений все это христианское вранье и христиане как раз навязывают продуктивность продукционизм этого вранья тем самым историком которые и пишут это извиняюсь за выражение говнище так вот теперь теперь я вам отвечу на долгие вопросы которые много звучат и ко мне и к другим историком древности альтернативщикам мол почему так все получается почему вот есть водораздел в виде девятнадцатого века или там предыдущих чуть последующих потому что потому что в этот век в девятнадцатый век на нашу землю пала чума в виде религии и она стала заражать головы людей головы души и все остальные части тела для того чтобы по заказу правителей тех которые держат власть одурманивать людей и готовить их той самой власти чтобы они слушались беспрекословно что и происходит естественно так вот в древности такого не было и когда мы методологически исторически начинаем окунаться в древность мы с вами видим что там и обязаны кстати это видеть что там все было по-другому и вот часть моей работы по методологии аналитической истории заключается в том чтобы выявить такие ключевые моменты которые неоспоримы ни для одних историков не для других и эти моменты являются рэперными точками по отношению к вскрытию той или иной исторической правды например берем того же декарта которым я вам говорил смысл декартизм состоит в том что он превратил полярную систему координат полярную систему координат в декартовую систему координат у полярной системе координат идет угол умножается на вектор это тем кто понимает всю эту элементарную математику то есть получается r на фи вот и вся математика никаких квадратов нет ничего. В Декартовой системе координат идут сплошные квадраты. А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Та самая теорема Пифагора, о которой говорят, что ее придумали древние греки, она является главным условием существования Декартовой системы координат. Если в трех точках, вершинах треугольника выполняется это равенство, то перед вами Декартова система координат. Если равенство не выполняется, если такого треугольника найти невозможно, то перед вами любая другая, но не Декартова система координат. И самое главное здесь вот что, что в древности до Декарта, до середины 17 века, ни один человек в нашей вселенной не знал Декартовой системы координат. Вот смысл методологии. Поэтому, когда нам говорят, что какой-то древний грек Пифагор придумал свою знаменитую теорему Пифагора, мы смело можем говорить, что это откровенная ложь и вранье, потому что Пифагор мог придумать эту теорему только после того, как была открыта Декартова система координат, то есть это 17-18 век. Я, кстати, вам скажу, некоторые из вас уже знают, потому что натыкались на эти изображения святых в наших храмах, в русских храмах, как раз приуроченные к 17-18 веку. И эти святые были подписаны, но никто не мог понять, в том числе и я тогда, когда натыкался на эти изображения, что это за такие святые. А этими святыми были тот самый Декарт и его соплеменники. Они есть нарисованы на фресках и других изображениях наших храмов. Это как раз 17-18 век, и это как раз древняя Греция. Поэтому, когда говорят, спорят историки, например, о пирамидах Месоамерики или пирамидах, например, древнего Египта, и говорят, вот смотрите, у них квадратные основания. Я сразу отвечаю, что это точно 17-18 века нашей эры. Почему? Потому что причина опять в том самом Декарте. Никто до 17 века не знал квадратных оснований, и построить квадратные основания в принципе никто не мог, не было инструмента математического для этого. Теперь следующий момент. Берем северный и южный полюса. Тоже как реперные точки. Ну, допустим, один северный рассмотрим. Когда возникла идея северного полюса? Она возникла на самом деле в конце 19 века, когда появилась модель плоской земли с центром в северном полюсе. Вот тогда начали раскручивать эту идею, и туда, на северный полюс, потекли и потянулись караваны различных судов, самолетов и первооткрывателей. Вот когда стало понятно, что существует северный полюс. А что навело на его открытие? Существование компаса. И можно хоть тысячу раз говорить, что компас был изобретен какими-то китайцами в какие-то древние времена, еще что-то. Но в совокупности концепции северного полюса земли и компаса она созрела только в 19 веке. Поэтому только в 19 веке могли построить пирамиды Мезоамерики с квадратными основаниями и ориентированными на северный полюс. Вот смысл в чем аналитической истории. Я надеюсь, что я эту книгу доведу до ума, выпущу, и у нас некоторые вопросы исторического плана, они снимутся. Но вы все и без меня частенько пытаетесь анализировать старинные исторические процессы. Ну, например, я вам напомню такую, знаете, аналитическую борьбу очень мощную людей, которые поумнее с теми даунами, которые просто зубрят исторический материал в школе. Ну, например, касательно того же похода Наполеона. Вот говорят, у него там была 600-тысячная армия. И когда пытаешься этим зубрилкам сказать, что ребята, вы посчитаете, сколько нужно для этой армии хотя бы лошадей, хотя бы печек походных, чтобы кормить этих людей, хотя бы еще каких-то вот этих обслуживающих моментов. И вы поймете, что просто этом армии в таком количестве существовать не могла в принципе. В принципе. А нам рассказывают, что 600 тысяч пришло сюда, забывая, что к этим 600 тысячам нужно еще примерно полтора-два миллиона всевозможных обозников, которых тоже надо кормить. И раньше это была не железная дорога, а это лошади. И вот весь такой анализ исторических событий, точнее тех выдумок, которые нам говорят о том, что это были исторические события, вот весь такой анализ, он должен строиться на какой-то методологии. Я надеюсь, что я эту методологию создам, хотя бы в какой-то части, в отдельной книге. А потом, если появятся последователи, желающие все-таки честно изучать историю, они продлят мое дело.